Илья, скажите, как пропаганда, в общем, объясняет то, что происходит вокруг Белгорода, Белгородской области и жителей, которых приходится оттуда вывозить? Надо сказать, что пропаганда, в отличие от прошлых историй с Белгородом, когда туда были и прилеты, когда было Шебекино, но это не становилось новостью на долгое время. Вот тут и события продолжают развиваться и в Белгороде, и вокруг, но, тем не менее, это стало не новостью на один день или ту, которую быстро начинают забывать. Надо признать, что удары по Белгороду начались перед Новым годом, и, соответственно, о них сообщали первыми новостями тогда, 30-31 декабря. И об этом всем не забивали, вроде как это не надоело даже зрителям, поэтому выпуски до сих пор начинаются с новостей про Белгород. Но я вот во вчерашнем, например, выпуске Первого канала про эвакуацию не видел, потому что там упор делается на две вещи. Во-первых, с ударами эффективно справляются, а во-вторых, эти удары запускают террористы, боевики. И, собственно, как вы наверняка знаете, по Первому каналу, напав на Украину, военнослужащих, их регулярных сил украинских, практически никогда солдатами или военнослужащими не называют, и так называют террористами и боевиками. Ну и вот, собственно, наконец-то у Первого канала есть, ну и не только у Первого канала, да, есть повод для того, чтобы показывать последствия от войны, которую начал Путин, но если говорить только о них и не начинать с причины, то вот можно действительно показывать удар по центру города, который совершает, значит, террористическую атаку. Ну это все развивается, но оно как-то перемежается, интересно, то есть про последствия говорится не очень много. То есть вчера, например, сюжеты были о том, как врачи успешно справляются и там излечили практически всех детей, которые оказались с травмами после атак на город, и целый показали сюжет про то, как бухи новые сбивают успешно чешские ракеты, которые направлены на Белгород. Ну непонятно тогда, что за ракеты долетают, но вот в этом противоречии приходится и жить зрителю, как обычно, российских телеканалов. Вот мы сегодня уже говорили о депутате Картополове, процитирую, цепсошно-цейрушные наработочки, это о науженных мобилизованных. А как вообще тема мобилизованных звучит, или это депутат Картополов как будто бы отвечает в никуда? Нет, вообще не звучит. Недавно, кстати, кто-то из его коллег, кстати, может быть он сам на самом деле выступал с заявлением о том, что люди, которые мобилизованы, они в таких шикарных условиях находятся и так хорошо обеспечиваются, что, конечно, менять их не надо. Но это было в телеграм-каналах, а по федеральным каналам про мобилизованных в принципе разговора нет. Ну, как бы вот их 300 тысяч набрали, отправили туда и забыли, в общем. Они какую-то свою задачу выполняют, ну, рассказывается о том, что самое современное, самое лучшее оружие и все такое прочее, но об их судьбе никакой речи не идет. Ну, недавно вот коллега Картополова, другой генерал-депутат Гурулев, вот он опять повторил свою любимую фразу, что мобилизация и контракты, которые были подписаны для мобилизованных, они будут действовать до победы. Вот. Еще раз следует напомнить, наверное, зрителям, что люди, которые попали в армию через ЧВК «Вагнер» или другие организации, которые набирали в тюрьмах служащих, вот они служат всего полгода, после чего получают помилование и уходят на свободу в Российской Федерации, а мобилизованных вот отпустят, когда закончится эта война, а не раньше. Ну, вот Вадимир Путин с какими-то военными встречался, им рассказывал про расчленение России на пять частей. Откуда такие планы у него? У него, на самом деле, видите, он разбирается в планах Запада, как водится. Фразу эту он уже несколько раз повторял прежде, и речь идет, видимо, об Жизинском. На самом деле, после начала войны в Европе и так появились, ну, и тем более в соседней Украине появилось довольно много политиков, которые как раз открыто высказывают идеи о том, что Россию неплохо было расчленить, можно пользоваться их цитатами, существующими, действительными. Но это звучит, наверное, не так инфернально, потому что Владимиру Путину нужно доказывать о том, что планы по расчлению России, они существуют давно, и вот всячески они пытаются быть исполненными. Вот эта фраза прозвучала до этого, он жаловался корреспонденту Павлу Зарубину, и он приписал ее бывшему госсекретарю США, Збигневу-Бжизинскому, который четыре года, кажется, проработал госсекретарем с 79-го по 81-й, кажется, год. И, в общем, не то чтобы это человек, который долго управлял политикой, но, ой, американской, да, но он оставил много трудов, и в одной из книжки пересказ, ну, собственно, «Великая шахматная доска», да, и ее чаще всего упоминают как раз люди, которые занимаются геополитикой в России для того, чтобы демонстрировать вот кровавые планы и коварные Запады. Там Бжизинский говорил, во-первых, о том, что не на пять частей, а на три, во-вторых, не разделить, а сделать конфедерацию, и, в-третьих, это был не его план, а это было его размышление о том, как было бы лучше жить регионом России, потому что он там упоминает такую вещь, что, наверное, это бы высвободило потенциал творческий и рабочий у российских регионов для того, чтобы высвободить их от пяты московской бюрократии, как, собственно, и произошло. Но в интернете гуляют пересказы этой фразы о том, что вот Бжизинский указал, что Россию нужно расчленить на три части, ну, конфедерация, кстати, нужно подчеркнуть, что это государство все-таки одно, вот, вот, Швейцария как конфедерация существует, ничего, это не план Бжизинского был, надо сказать, да, тем более это устройство, оно там уже больше полутысячелетия, как я понимаю, в Швейцарии присутствует, но вот, тем не менее, Владимир Путин, я не знаю, как это получается, потому что, если прочитать книгу Бжизинского, у тебя вот не будет такого впечатления, что он предлагает Россию расчленить на части. Я видел такой пересказ в интернете, вольный, но проблема в том, что Владимир Путин не пользуется интернетом, поэтому я не очень понимаю, как он эту фразу почерпнул, мне больше понравилось, когда вот он начал эту тему с военнослужащими 1 января, кстати, обратим внимание, что в позапрошлом уже году новогоднее поздравление он произносил на фоне военнослужащих в штабе в Ростове, в штабе специальной военной операции, да, в этот раз на Новый год как будто вообще о них забыли, о военнослужащих, то есть их немножко совсем показывали, на голубом огоньке «Россия-1». Обращение Путина поздравления с Новым годом, оно было, как обычно, на фоне Кремлевской стены, и как будто 1 января они решили резко исправлять ситуацию. Владимир Путин сразу две встречи провел с неизвестными представителями вооруженных сил, видимо, для того, чтобы заглавить этот просчет, ну, забыли в этот раз записать такое обращение на фоне бравых военных. Ну вот, а тогда, 1 января, он сказал, что еще некоторые американские деятели обещали открыто, обещали поделить Россию на пять частей, впрочем, что уж там, я вам это могу до утра рассказывать, и, в общем, он как будто пожалел, но при этом я чувствую силы во Владимире Путине, я уж не знаю, как на шестой срок, но до утра он спокойно может об этих темах рассказывать, причем до утра в следующей неделе или следующего месяца, потому что, коль тема интересна, можно и не тратить время зря на сон. Илья, как вы думаете, вот эти люди, которые рассказывают все эти придуманные истории, они чаще всего верят в них, они сами жертвы этих теорий заговора, или они умело ими оперируют? Я думаю, что есть некоторая последовательность, когда сначала эти истории придумываются как политтехнологический ход для того, чтобы вокруг людей убедить, почему нужно подчиняться действующей власти, ну и конкретно самим тем людям, которые на вершине этой власти находятся, а потом ты так долго в этом находишься, что все вот эти дубинки по оболваниванию населения, они начинают влиять на тебя, ровно потом, ну, во-первых, потому что не хочется жить в моральных терзаниях, что ты что-то делаешь неправильно, а во-вторых, ты сам начинаешь деградировать, и когда ты начинаешь сам становиться жертвой телевидения тысячи соловьевых, хотя до этого ты его просто использовал как технологический инструмент, ну, ты просто садишься перед телевизором, а там при этом все так классно сделано, убедительно, и столько людей в студии говорят, и они повторяют одно и то же мнение, что ты начинаешь сам становиться объектом своей же пропаганды, не замечая этого, да, то есть мне иногда зрители пишут, зачем я обеляю как будто бы Владимира Путина и Николая Платоновича Патрушева, потому что нельзя говорить, что они верят в эту пропаганду, потому что они ее умело используют. Я вот, честно говоря, уже сомневаюсь, что они ее умело используют, потому что они сами находятся в аквариуме, который наполняли вот этими водорослями, этим кормом, этой всей средой, и, соответственно, у них создается впечатление, что они в этом всем и живут. Более того, вот эти поездки Владимира Путина, надо сказать, что вот новость про Белгород, она, конечно, шла первой, но где-то 60% всего блока из 50 минут выпусков итоговых программ это новости о том, как Владимир Путин ведет избирательную кампанию, да, ну, то есть показывают, как он ездит по регионам, вот сегодня в Якутии, соответственно, люди его встречают, и чаще всего люди, которые встречают, это люди, которые подготовлены администрацией с президентом и местными чиновниками, и, возможно, Владимир Путин-то и знал когда-то, что, ну, или осознавал, что для него строят потемкинские деревни, но он же кроме этих потемкинских деревней деревень ничего не видит, да, то есть единственные люди, которых он встречает по жизни, это его ближайшие чиновники, которые ему рассказывают, что в стране все прекрасно, у него идеальная поддержка, люди, которых он встречает на улицах, это люди, которые ему подготовила та же самая администрация президента, новости, которые он черпает, это, возможно, немножко российское телевидение, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, ну, там, флагманы его, и папочки ФСО, то есть он кроме этого ничего не видит, поэтому как он может верить в что-то другое, если у него исключительно такая оболочка, а его подчиненные, они максимально настроены не в том, чтобы дать ему какую-то другую картину мира, а в том, чтобы у Владимира Путина создавалось впечатление, что эти чиновники работают хорошо, чтобы они не потеряли свои места. Ну, и вот, следовательно, даже если ты в 2000, если просто в 2000 году ты начинаешь жить в мире, где примерно представляешь, что это такое, потому что ты сам был недавно чиновником, там, не знаю, вице-мэром Петербурга, где точно так же создавал впечатление мэру Петербурга Собчаку о том, что ты идеально справляешься со своей работой, и поэтому подводишь ему каких-то подсадных уток, которые ему об этом будут говорить. В итоге, через 23 года, ты просто других людей, кроме этой картинки, которую тебе создаёт ближайшее окружение, ты не видишь, поэтому сложно представить, что за ней может крыться что-то ещё. Илья, вы начали говорить о том, какие отличия были с прошлым годом в новогоднюю ночь, а можно ли сказать, что люди, которые перед Новым годом попали в скандал с этой самой голой вечеринкой, были вычеркнуты из новогодней ночи. Что было с Киркоровым, Биланом, Лолитой, Собчак и другими? Билан прекрасно выступил, его выступления остались везде, а вот Филипп Киркоров, он пострадал, наверное, больше всего, хотя нет, наверное, больше всего пострадала Лолита, потому что её вычистили абсолютно отовсюду. А Филипп Киркоров, вот он настолько объёмен, настолько он везде успел, значит, наследить, что его просто не смогли вымарать из двух шоу на канале НТВ, которые показывали перед Новым годом, это шоу «Маска», и, кажется, в «Аватаре» он выступал ещё. Просто его было настолько много, что и песню его оставили в этих перьях, он выходил в каком-то жутком совершенно костюме, сделанном из зеркала и остатков разорванного космонавта. Он присутствовал в жюри и руководил всеми процессами. Поэтому, как ты не добивайся, то Филиппа Киркорова всё равно не вычеркнешь отовсюду. В общем, я не знаю, насколько это можно считать результатом, насколько ему получится отмолить, так скажем, свои грехи, но в целом, конечно, было заметно, что произвели впечатление, как будто есть цель, и ради неё можно даже попробовать вычеркнуть людей, которые недостаточно поддерживали СВО, хотя надо сказать, что вот эти люди Киркоров, Лолита и Билан, которые засветились на этой вечеринке, которым больше всего досталось от российского телевидения, они-то как раз всю дорогу, эту самую специальную военную операцию поддерживали. И, в общем, это был такой огонь по своим же. Но вот не заметили другого. Меня что впечатлило, на самом деле, больше всего на голубом огоньке, который я смотрел на канале «Россия-1», что там, во-первых, несколько номеров было у Сергея Лазарева. Вот он в начале войны выступил против, вот потом как бы перековался. А потом его номером можно было считать просто, ну, как-то это саботаж какой-то, потому что он выступал со своим сыном, которого он воспитывает неизвестно с кем. И всякие московские круги из этого корреспондента, они утверждают, что Сергей Лазарев его воспитывает не с женщиной. И это ребёнок от суррогатной матери. А у нас суррогатное материнство с 27 декабря прошлого года официально в стране запрещено. И это вот просто какая-то была демонстрация, знаете, вот этих врагов, традиционных скреп, которые работают на телевидении. Ну, хорошо. Допустим, Билана мы чуть-чуть оставили, Киркова подубрали более-менее, но вот вам, вот, получаете. Поэтому такого удара, конечно, Владимир Путин с его скрепами он не ожидал. И это пощёчина, от которой за сообщество ещё долго следует оправляться. Вообще, если говорить о том, что происходило в 23-м году, вы отмечаете какую-то важную тенденцию? Или это, что называется, набор между собой малосвязанных фактов? В начале 24-го года мы такой очередной факт увидели, что, в общем, наезды на блогеров каких-то известных довольно хорошо идут, как информационные поводы. Конечно, они хорошо идут. Я не могу сказать, что это какая-то невероятная тенденция, потому что обычно всё-таки наездами на блогеров занимались Мизулина и ещё какие-то персонажи, которые известны в интернете. И это не пробивалось до вот таких высот, когда нужно вычищать человека из программ, уже полгода назад записанных к Новому году. Вот это приходится делать сейчас. Возможно, это как раз такая, ну, тенденция, не тенденция, но, вероятно, да, из того, что мы видели из последующих инсайдов Блумберга, издания Агентства и издания БАЗа, да, о том, что якобы Владимир Путин получил распечатки фотографий с этой голой вечеринки. Ну, сам-то он Твиттер не читает. Ох, сколько бы он почерпнул, если бы ему все кошмарные треды оттуда распечатывали. Если бы он каждый раз в ручном режиме принимал по ним решение, что нужно сделать с их участниками. Ну, ладно, не буду фантазировать, что тогда было бы с участниками тредов из Твиттера, но, тем не менее, да, вот ему показали эти фотографии, он возмутился, сказал, что так быть совершенно не должно. Мы не знаем, на самом деле, показывали ему эту фотографию или нет, но очень похоже на то, что люди, которые давали эти инсайды агентствам из России и не только из России, им нужно создать впечатление, что Путин неравнодушен, да. Путин, кстати говоря, в прошлом году мы видели его вечеринку, наконец-то кадры такие появились. Сейчас на вечеринке, на которой присутствовал Путин, правда, это вечеринка 92-го, кажется, года, когда он с Собчаком в Финляндии отдыхает, значит, разделывают они какую-то утку, бросают дарт, слоят рыбу, и все это на деньги частной финской компании, что, наверное, можно считать подкупом. Ну, вот, короче, это самая свежая частная вечеринка Путина, закрытая, да, с которой до нас добрались кадры. И, в общем, Путин, конечно, 100% может считать сиборитом, но у людей должно создастся впечатление, что он неравнодушен. Поэтому это не решение, не знаю, Кириенко, не Патрушева, как кого-нибудь, да, а это он сам увидел, и как Путин был в ярости, да, Путин сущил ножками. Вот, соответственно, почему он так делает? Потому что нужно создавать впечатление, что он не вот с этими селебами заражавшимися, он с народом. Хотя, конечно же, в метро Путин, не знаю, когда вообще спускался, было ли это вообще в его жизни. Не знаю, помните вы, Илья или нет, кажется, это был московский комсомолец, а заголовок на предыдущих выборах «Народ и Путин против зажравшейся власти». Вот такой был заголовок, прям поверх всей газеты. Да, теперь для того, чтобы быть не против власти, а зажравшихся селебов, проклятущих, которые... Люди уже устали на них смотреть в телевизоре, а все равно смотрят, дают им рейтинги и продолжают на них смотреть. Но вот теперь Владимир Путин вместе вот с этим персонажем из «Наши раши», которого играл актер Сергей Светлаков, который все время щелкал по телевизору, разговаривал с ним, возмущался и говорил, как надо делать. Вот Путин как будто бы присел на этот диван вместе с своими избирателями, вместе с своими зрителями, и вот теперь будет командовать, что с ними делать, и наконец-то это будет происходить, с Киркорова наконец-то сцепят все стразы. И, наверное, это мечта какого-то части электората, там 10-15 процентов. Возможно, эта часть электората, она полностью совпадает с поклонниками войны, но, честно говоря, меня немножко, не знаю, пугает, но я бы не сказал, что переживая за избирательную кампанию Путина, но в целом как будто бы это не те селебы, на которых следует наезжать, потому что на них как раз демобилизация страны и Путина и вообще демонстрация того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, на них это все и держится. Теперь Путин как будто бы рубит сук, на котором сам Сит, ну, это делает администрация президента, поэтому было бы интересно посмотреть, если эти гонения продолжатся, но пока они не складываются в тенденцию, пока вот оно такое, одно событие, посмотрим, приобретет ли это более широкий масштаб. Ну, по крайней мере, раньше они людей, которые... Киркоров ничего такого не сделал, да, казалось бы. Он был одет так же, как... так же вызывающе, то есть бросая вызов обществу, как он обычно делает по телевизору, да, то есть, может быть, одежды в этот раз на нем было чуть-чуть меньше, но самую малость только. Тем не менее, доверенное лицо Путина, его вот так со скандалом, скажем, выширяют с телевидения. А кто за Путина агитировать-то будет? Кто будет заставлен... Ну, он же нравится зрителям, его бы просто так не показывали бы. Поэтому опасная игра, опасная. Редактор субтитров А.Семкин